Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, у нас надвигается сезон простуды, острых респираторных вирусных заболеваний. И хотелось бы, конечно, с вами рассмотреть еще такой препарат, как мифенаминовая кислота. Вот такой. Этот препарат бывает в форме таблеток и бывает в форме таблеток, покрытых специальной оболочкой. Значит, показания этого препарата это идут простуды, острые респираторные вирусные заболевания, воспалительные процессы, зубная, головная боль, боль в мышцах, может быть. Противопоказанием к этому препарату является нарушение, острое нарушение печени и почек, острое нарушение недостаточной сердечно-сосудистой системы. Повышение и осложнение со стороны желудочно-кишечного тракта, болезнь крона. Так как этот препарат повышает кислотность, то также он будет противопоказан при и так уже повышенной кислотности у человека и раздражении или гастритах, язвах наслизистой. Если мы рассматриваем просто таблеточки, вот они у нас идут круглой формы, без оболочки, с насечкой посередине, то такие таблетки обязательно мы должны принимать после еды и обязательно запивать молоком. Это особенность применения указанной инструкцией. Для взрослого применяется по одной таблетке 3-4 раза на день. Так, если мы рассматриваем улучшенную форму, этот препарат уже идет под другой торговым названием, но склад остается тем же. Таблетка овальной формы, покрыта специальной защитной оболочкой, имеется насечка посередине таблетки. Такой препарат менее раздражает слизистую желудка и мы можем запивать его водичкой, кто не переносит молоко. Также этот препарат, кроме болеутоляющих, жароснижающих и противовоспалительного действия, имеет такое основное действие, как стимулирует выработку интерферона. Что это нам дает? Он как бы будет нашу иммунную систему, вследствие чего иммунная система ранее подключается к борьбе с вирусами и бактериями. И, соответственно, мы идем быстрее на поправку. Буквально 3 на 4 день вы уже, можно сказать, держитесь здоровичком. Спасибо всем за внимание. Будьте здоровы. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. До новых встреч. Пока.